Девушки отдыхают Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что свершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Мы летели тише обыкновенного. Я имела возможность уследить глазами, как постепенно развертывалась передо мной подобно свитку нескончаемой панорамы – обширное пространство родной земли. Леса, кусты, поля, овраги, реки, изредка деревни, церкви. И опять поля, и леса, и кусты, и овраги. Грустно стало мне и как-то равнодушно-скучно. И не потому стало мне грустно и скучно, что пролетал я именно над Россией. Нет. Сама земля – это плоская поверхность, которая расстилалась подо мною. Весь земной шар с его населением – мгновенным, немощным, подавленным нуждою, горем, болезнями, прикованным глыбе презренного праха. Эта хрупкая, шероховатая кора – этот нарос на огненной песчинке нашей планеты, по которому проступила плесень, величаемая нами органическим растительным царством. Эти люди – мухи, в тысячу раз ничтожнее мух. Их слепленные из грязи жилища, крохотные следы их мелкой однообразной возни, их забавной борьбы с неизменяемым и неизбежным. Как это мне вдруг все опротивило! Сердце во мне медленно перевернулось, и не захотелось мне более глазеть на эти незначительные картины, на эту пошлую выставку. Да, мне стало скучно, хуже, чем скучно. Даже жалости я не ощущал к своим собратьям. Все чувства во мне потанули в одном, которое я назвать едва дерзаю – в чувстве отвращения. И сильнее всего, и более всего во мне было отвращение к самому себе. «Перестань», – шепнула Элис, – «перестань, а то я тебя не снесу. Ты тяжел становишься». «Ступай домой», – отвечала я тем же голосом, какими оговаривала эти слова моему кучеру, выходя в четвертом часу ночи от московских сприятелей, с которыми с самого обеда толковала о будущности России и значении общины. «Ступай домой», – повторил я и закрыл глаза. Сюжетную основу повести «Призраки» вошел сон Тургенева, который он увидел в 1849 году и рассказал о нем Полине Биардо. Тургеневу приснилась некая таинственная белая фигура, назвавшаяся его братом Анатолием. Естественно, брата с таким именем у Тургенева не было. Ну и, конечно, задуманная повесть была в 1955 году, но он осуществил свой замысел Тургенев в 1963 году. Сначала писатель хотел показать ряд образов, сюжетов, пейзажей на фоне прогулки художника по картинной галерее, но потом отказался от этого сюжетного хода и придумал другое – полеты во времени и пространстве при помощи привидения. Многие критики отметили эту фантастическую повесть как положительное явление на фоне утилитарной и морализаторской литературы. Ну а в образе Эллис многие современники, не без оснований, по некоторым приметам, в частности, обручальному кольцу и нерусской внешности, увидели Полину Виардо. И, конечно же, ситуация, обрисованная в повести, во многом схожа с жизненной ситуацией Тургенева, который посвятил свою жизнь во многом любви Полине Виардо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова